За сутки в Одесской области 818 новых случаев заболевания COVID-19. 12 пациентов умерли от осложнений, спровоцированных коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе заразились 44 949 человек, 579 умерли. Также, по данным Минздрава, 66 человек за последние сутки победили COVID. В то же время подозрения на коронавирус получили 818 жителей региона. Что касается ситуации с больницами города, в дополнение к комплектации препаратами, оборудованием и ограниченному количеству койко-мест появилась еще одна проблема. Начали массово болеть медики. В пятой больнице два отделения полностью мы были вынуждены закрыть из-за того, что все заболели. В восьмой больнице болеет отделение, целое отделение неврологии, и так по другим больницам. В настоящий момент мы формируем бригады, и самая большая проблема – это анестезиологи и реаниматологи. У нас, к сожалению, анестезиологи и реаниматологи в основном в трех больших больницах. В еврейской больнице и в десятой больнице они полностью задействованы. У нас есть небольшой резерв, это одиннадцатая больница. Массово болеют не только врачи, но и педагоги. У 190 работников сферы образования в городе коронавируса, еще более чем 200 – у РВИ. В Одессе полностью закрыты 4 школы, еще 223 класса, среди которых 70 за последнюю неделю. Из-за сложной ситуации в городском департаменте образования решили перевести школьников с 5 по 11 классы на дистанционное обучение минимум на две недели. Директора школ поддерживают наше предложение 5 и 11 классы вывести на две недели рабочие на дистанционное обучение. Мы к нему готовы полностью, платформы работают, уроки все необходимые, которые можно просмотреть в формате видео уроков. У нас загружены на сайт департамента образования. Ученики с 1 по 4 классы будут учиться непосредственно в школах. Сравнительно стабильно остается ситуация с детскими садами. Закрыто всего 11 групп. Поэтому учреждения дошкольного образования продолжат работать в обычном режиме. Продолжение следует...